Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал, и сегодня у нас видео с подготовкой к камбэкам апреля и мая. Несмотря на то, что я не снимала данное видео в апреле, у меня такое ощущение, что в последнее время я только их и снимаю. Но в ближайшее время ожидается очень много камбэков, и мне бы все-таки хотелось подготовить к ним свои байндеры, потому что я все еще пребываю в надежде, что альбомы ко мне придут. Вот большую часть я предзаказала, либо уже заказала. Да, у нас есть один камбэк апреля, и на данный момент два камбэка мая. Получается, это у нас... Да, вот я выписала, в общем-то, небольшой план на сегодня. Камбэк апреля, это у нас Dice On You, и также два камбэка мая, это TXT и Astra, которым у нас уже есть детали. Также из интересующих меня в плане покупки альбомов камбэкается Woods, буквально, как я это снимаю в ближайшие пару дней. Но для Woods у меня все легко и просто. Я просто куплю себе одну копию понравившуюся и оставлю те карты, которые мне выпадут, поэтому здесь особой подготовки не требуется. Также у нас в начале июня долгожданный камбэк Bantan, но у нас пока нет никаких деталей, абсолютно ничего, кроме даты, поэтому, соответственно, к ним мы будем готовиться позже. Да, в общем-то, я подготовила заранее все филеры, потому что я уже садилась и пыталась снимать данное видео с подготовкой филеров, но три камбэка, достаточно много всего, и большая часть видео получается. Это просто я в ускоренном режиме пишу на бумажках название карт, я думаю, это не настолько интересно, и видео получилось очень-очень длинное. Поэтому я думаю, что я сейчас уже с подготовленными бумажками пересниму его в более бодром режиме, но в любом случае, я думаю, что мы так, как обычно, посмотрим на детали альбомов, потому что это то, что мне очень нравится. Я обожаю до релиза разглядывать, что у нас предполагается в альбомах, и потом перейдем к байндерам. Давайте начинать, давайте начнем по хронологии с On You, и здесь у нас, в общем-то, ничего сложного. Так, да, сольный камбэк On You, Dice, потрясающий альбом. Я, да, я не делала к нему подготовку в апреле, потому что, в общем-то, это единственный релиз апреля в плане коллекционирования, который меня интересовал, и здесь все абсолютно ясно. Я просто собираюсь собирать все, что только можно для данного альбома. У нас две версии обложки, да, внутри у нас всего одна версия фотобука, но обложки две, Rolling Dice. Я, конечно же, заказала обе. Да, так, CD, стикеры, это у нас все не рандомно, да, дальше идут рандомные вложения. Во-первых, у нас есть Special карты, они очень прикольные, они напоминают Uno и формируют On You, если собрать все четыре. И, да, они мне очень даже нравятся, несмотря на то, что это не селфи. И также у нас три рандомные фотокарты, селфи-карты. Да, и постеры, что меня не очень интересует. И также у нас есть Digipec-версия, которую Сэм последнее время полюбил. Ну, да, не знаю, в принципе, у меня такие версии вполне себе нравятся. Мне не очень нравится, что они хлипкие, но зато они компактные. Да, ее я также предзаказала, пока одну. Не знаю, может быть, я докуплю вторую, чтобы просто иметь шансов на выпадение двух карт. Здесь у нас три рандомные. И его карта, которая вот эта Weekend Boy. Я, конечно, да, я как Кибом в восторге от данного наряда. Мне очень забавляет, что Кибом его везде таскает. Да, он был в нем на реакции на клип Джиньки. Он также был в нем на Amazing Saturday, куда приходил Джиньки. И Сухо, по-моему, тоже был в этом же, да, эпизоде. И их совместные фото просто безумно милые. Мне, в принципе, я в огромном предвкушении собирать карты Джиньки. Я обожаю его селфи-карты. Для меня это самый милый человек во вселенной. И с рыжими волосами я вообще в восторге от его образов и от всех его селфи. То, что они все такие разные, такие милые, это просто. И вообще столько классных селфи он нам в эту эру подарил. Я очень-очень ему благодарна, помимо, конечно же, потрясающих выступлений, да. Но свои восторги по поводу деньги, я думаю, я вырежу еще в распаковке, потому что у меня очень много восторгов. Но, в целом, в плане подготовки, как я и выписала, здесь у нас ничего сложного. У нас 4 спешл-карты и по 3 фотокарты в фотобуках и в диджипеках, то есть 6 селфи-карт. Всего 10 фотокарт. Я сделала к ним филлеры. И давайте переходить в мой байндер Шайни. Так, да, у меня теперь Шайни в своем личном байндере. Так как я в последнее время, скажем так, поставила на паузу или перестала коллекционировать очень многих айдолов и многие группы, то я вытащила отсюда Бэкёна и Тэйона. И на данный момент здесь только Шайни и Супер Эм, да. Я не перестала коллекционировать Бэкёна и Тэйона, я просто переместила их в другой байндер, потому что этот был прям уже заполненный-заполненный. А мне как-то напрягало, что у меня нет возможности для роста для Шайни. Мне хотелось как-то спокойно иметь возможность расширять свою коллекцию. Итак, да, вот у нас секция сольных карт Циньки. У него было две карты в его предыдущем релизе, Voice. И я думаю, что я буду просто продолжать. То есть как раз у нас будет здесь четыре спешл-карты, потом три селфи-карты из фотобуков, и на следующей странице три карты из диджипеков. Соответственно, нам нужна еще одна страничка. Да, потому что я не хочу оставлять, естественно, на данной странице всего две карты. Плюс получается у нас в новом альбоме их десять, тоже больше, чем страница. Поэтому я думаю, что я просто пока буду продолжать, а там посмотрим, сколько карт у Джиньки будет в следующем его релизе. Да, и как я сказала, начинаем мы со спешл-карт. Селфи-карты из фотобуков. И на следующей странице селфи-карты диджипеков. И Викенд Бой, я думаю, будет в центре. Как моя самая любимая. Ну, вообще, все его карты очень-очень крутые. И я в огромном предвкушении собирать их все. И, в общем-то, для Онио это все. Тут, в принципе, ничего сложного. И давайте также по хронологии переходить к TXT. Итак, камбэк TXT Thursday's Child. Очень-очень для меня долгожданный и предвкушаемый. Получается, камбэк у нас 9 мая, буквально через несколько дней. Я в огромном предвкушении. Изначально Big Hit Hype. Релизнул нам три версии с фотобуком. Hate and Mass. Но я сразу подозревала, что будет что-то еще. Я сначала думала снять видео с подготовкой сразу, как у нас появились детали. Но потом решила все-таки подождать, потому что, не знаю, у меня были сразу подозрения, что у нас будут какие-нибудь диджи-пэки, джуэл-кейсы, еще какая-нибудь ерунда. И да, у нас есть еще пять версий по мембрам, тир, что, конечно, прикольно. И, в общем-то, я даже как-то и не против, что у нас так много версий. Я уже, во-первых, к этому привыкла, что компании сейчас далеко не останавливаются на двух-трех версиях. И мне нравится, что был использован мой любимый концепт. Да, получается, мой любимый, несомненно, End. Я уже писала об этом в Телеграме. Да, кстати, я, несмотря на мои сомнения, я периодически пишу что-то в Телеграме. Поэтому, если вам интересно узнавать какие-то мои новости, мнения, что ко мне пришло, какие видео планируются, то подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Да, моя, несомненно, любимая версия End. И, в принципе, для версии Tear, я так понимаю, использован тот же концепт. Они, в общем-то, и там на промо-клипах. Мы видим слезы. И, я не знаю, она настолько... Мне настолько нравится атмосфера всех тех роликов, которые они выпустили. Я очень рада. Я с большим нетерпением ждала Combat TXT, потому что в прошлом году они меня поразили, удивили и были для меня, несомненно, одной из самых прослушиваемых по музыке и одной из самых интересных и крутых групп года. Это, несомненно, стали моей топ-группой за прошлый год. И у меня были сомнения, насколько они будут придерживаться данного концепта. И, да, у нас опять нечто в духе эмо-рокбэнда. Мне очень понравились превью всех песен. Мне кажется, это будет очень крутой камбэк. Также мне очень нравится, что мемберы участвовали в написании песен отлично. Просто все, пока все выглядит просто супер и оправдывает и даже превосходит все мои ожидания. Да, но давайте перейдем к версиям. Сначала версии с фотобуками. Как я сказала, Hate & Mess, CD, Lyric Card Set у нас не рандомный, фотокарты. Достаточно стандартная ситуация. У каждого мембера одна фотокарта на версию, то есть три карты в целом. Ничего, в общем-то, сильно сложного. Также у нас стикеры, открытки, что радует. Открытки в этот раз у нас более маленького размера. Но я в любом случае не собираю большие вложения для TXT, но буду очень рада посмотреть, кто мне выпадет. Также постеры. Да, и дальше у нас тут лентикулярки, которые бы очень-очень меня заинтересовали, но они большого размера, 100 мм. Это очень высоко. Они не будут влезать в ячейки, в страницу на 9 ячейок, поэтому собирать я их также не буду. Оставлю просто тех, кто мне выпадет. Также у нас есть какая-то забавная бумажная игрушка. Бикит уже нам выложил даже мануал. Не знаю. Посмотрим, попробуем. Может быть, даже в распаковке соберем. Да, я заказала на данный момент 3 версии с фотобуками на Viverse с предзаказными картами. Версии Tier я пока не заказывала, потому что я не могу понять, сколько я хочу их заказать. Да, давайте на них также посмотрим, а потом уже перейдем в Binder. Да, вот у нас версия Tier. Она у нас идет в неком конвертике, и внутри обложки по мемберам. То есть у нас 5 версий. На обложке, правда, нет ни фотографии, ни чего связанного с мембером. Я так понимаю, только имя сзади. И да, я пока не решилась. Да, я собираю в TXT двух мемберов. Это Yonjun и Taehyun. Возможно, я возьму две версии как раз их. Но посмотрим. Мне очень-очень сложно устоять и не купить все 5. Потому что, во-первых, я в огромном предвкушении от камбэка. Мое желание собирать TXT от T5, просто я борюсь с ним на ежедневной основе. Мне очень нравятся данные арты на обложках, несмотря на то, что у нас нет фотомемберов. Но мне все достаточно нравится, как исполнено. У нас также стикеры по мемберам. Фотокарты рандомные, плюс одна. То есть у каждого мембера одна карта. И, что приятно, открытки и мини-постеры у нас не рандомные. То есть в соответствующей версии идет соответствующий мембер. В версии Субина идет открытка Субина, мини-постер Субина. Это приятно. Да, и на дисках у нас такой же арт, как и на обложке фотобука. Очень-очень красивый. Мне нравится цветовая гамма. И на этом у нас все. То есть получается из фотокарт у каждого мембера их 4. Как я сказала, я собираю двух. Поэтому, в общем-то, ничего сложного. Давайте переходить в бендер. Да, и я покажу некоторые изменения, которые я внесла в свою коллекцию. Итак, это мой бендер TXT. И, как я говорила в одном из предыдущих видео, мне абсолютно разонравилась схема, когда сначала идет один мембер, потом другой. Я пыталась их совместить. На самом деле это оказалось очень сложно. Конечно, моя первая идея была начать собирать третьего мембера. И тогда все выглядит достаточно логично. Просто делать колонками и просто подряд все альбомы, вне зависимости от количества карт. В общем-то, легко и просто. И, в общем-то, у меня даже есть третий мембер, о котором я думаю. Это Бам Ю. Но я решила, что сначала я завершу, во-первых, коллекцию для Thursday Child, во-вторых, коллекцию Йонджуна. Дозавершу и только после этого начну думать о коллекционировании новых мемберов, если это все еще будет для меня актуально. Как я говорила, TXT, в принципе, я очень сильно люблю всех мемберов. И я с огромным удовольствием собирала бы от T5, если бы могла. Но на данный момент я, к сожалению, не могу себе этого позволить. Да, но я пыталась совместить, как я уже сказала, карты Техёна и Йонджуна на одной странице. Соответственно, это у нас было Blue Hour, это у нас Freeze. Здесь все, в общем-то, прекрасно. И похожая схема у нас будет для нашего нового альбома. Здесь у меня 4 карты Йонджуна, 4 карты Техёна. В общем-то, все достаточно логично и понятно. Дальше был Fight or Escape, и я абсолютно не понимала, как мне могу разместить 5 карт на мембера. И в моих версиях с фотобуками мне выпал Бамгю в двух. И я решила, что здесь я все-таки сделаю исключение, докуплю его AS фотокарту и сделаю сетап на трех мемберов. Мне безумно нравится, как это выглядит. Мне очень нравятся карты Бамгю, его образ в данную эру. У него вообще очень красивые карты. Но посмотрим, посмотрим. Если он опять будет мне так много выпадать в новом альбоме, я не знаю, может быть, я не удержусь. Да, и, соответственно, версии Together у меня получаются на следующей страничке одинокие. Я дособрала обе карты Техёна, мне остается только Йонджун в образе Харли Квинн. В принципе, для Йонджуна, помимо его сета из Blue Hour, мне не хватает только двух карт данной и Fight версии. И, получается, нам нужна еще одна новая страничка. Пока я буду делать сетап для двух мемберов, а там будет видно, что у нас получится в итоге. Да, и, соответственно, я сделала также филлеры заранее, такие забавные, с макарончиками. Да, конечно, они шикарно подходят к нашему камбэку. И пока я их расположу в порядке версий, то есть у нас сверху будут Hate and Mass и в середине Тир. Также у меня есть идея переместить коллекцию TXT в опять байндер, в маленький. И там, конечно, собирать двух мемберов удобнее. Да, но тогда мне нужен новый опять байндер. Посмотрим. Посмотрим. Возможно, тогда мои соблазны коллекционировать больше мемберов пройдут, и два мембера будут смотреться красиво. И меня не будут смущать бешеные сетапы, типа вот таких, потому что, конечно, четыре карты на странице. Это выглядит очень-очень пусто. В общем-то, это все для TXT. Да, я просто хотела показать свою небольшую реорганизацию. И, в общем-то, на данный момент данный байндер у меня, байндер, в котором большая часть групп находится. То есть это TXT, BTS, NCT, EXO. Да, наверное, все. И да, он, в общем-то, не настолько полон. Тут, в общем-то, еще есть место для роста, и я спокойна за то, как они все сюда помещаются. И так, давайте переходить к последнему камбэку Astra. Я тут все видео перед вами сижу с грязными пальцами, извините. Я делала филлеры, и, естественно, как всегда, вся испачкалась. Так, Astra. Astra презентовали нам три версии. Они камбэкаются с третьим полноформатным альбомом, Drive to the Stereo Road. И вот сейчас я буду немного вонять. Да. Но не все же нам должно нравиться. И все мои вонизмы никак не относятся к группе, к мемберам. Исключительно к фантажу, как к компании, и компании, которые явно, по ходу, в последнее время экономят на том, чтобы создавать контент, но очень хочет загребать побольше бабок. По крайней мере, это то, как я вижу данную ситуацию. Итак, у нас три версии. И в начале, когда они дропнули тизеры, первый тизер, в принципе, с названием альбома, потом с тремя версиями, они очень сильно отличаются друг от друга, все три версии. Я сейчас покажу их по очереди. Но они очень разные. У нас есть такой больше тонкий журнальчик, у нас есть книжка в твердой обложке, и у нас есть небольшая коробочка, что прекрасно. Я такое люблю. Я люблю, когда версии сильно отличаются друг от друга. Это интересно. И меня это больше мотивирует купить все версии, особенно, когда там везде абсолютно разные концепты, как в данном случае. Изначально, я не знаю, все намекало на то, что у нас будет некое возвращение к более старым Астра. Не знаю, мне все это напоминало по концептам Gateway, Rise Up, вот что-то такое. И я не была огромным фанатом музыки Астра в прошлом году. One и All Yours не совсем моя тема, но я приняла ее в качестве эксперимента. Я была рада, что ребята пробуют себя в чем-то новом. Но мне хотелось что-то более классическое для Астра. И я, конечно, пока не могу судить о музыке. Мне кажется, что Drive to the Stereo Road и название песен у нас в тайтл-треке, в написании участвовал Bean. И его название Candy Pop Sugar напоминает мне Crazy Sexy Cool чем-то. В общем, не знаю, мне прям все изначально очень-очень нравилось, пока у нас не стали вчера выходить промо-мемберов и пока я не увидела ситуацию с фотокартами. Потому что изначально мне казалось, что подобный концепт предполагает красивые фото на природе. У нас там также в одной из версий явно намекались на цветочный концепт. И вот в данной версии у нас тут везде позиционировалась машинка. Сейчас я вам покажу ее. Да, вот эта машинка. И я сразу представила что-то такое. Они в ретро-машине, на пляже, на... у моря. Какая-то такая картина у меня была в голове. Но вчера нам дропнули фото Минджуна. И походу это просто опять три версии, снятые на цветном фоне. И все. То есть в одной версии они поставили машину на цветной фон, в другой цветы. И в третьей, я так и не поняла что, просто фон потемнее. Я не знаю... Нет, я не хочу сказать, что как бы все фото должны сниматься в реальных, очень крутых сетапах. Нет, почему это можно делать в студии. Но как-то... Мне почему-то хотелось большего. Возможно, я делаю преждевременные выводы. Но мне бы не хотелось опять получить все три версии, где у нас просто красивые фото красивых мемберов, снятые на цветном фоне. Они раньше делали такие офигенно крутые фотобуки. И так вкладывались в концепты. А сейчас, когда группа набирает намного большую популярность и имеет достаточно большую фон-базу, почему-то мы вдруг стали на этом на всем экономить. Это первая вещь, которая меня пока расстраивает. И я даже подумала, что я не буду предзаказывать альбомы. Я посмотрю по выходу, как они будут выглядеть. И, возможно, закажу не все версии. Да. Но давайте посмотрим на первую. У нас три версии. Drive, Starry, Road. Соответственно, это Drive. Она у нас выглядит как журнальчик. Да, вот здесь мы видим мемберов в машине, но, видимо, на заднем фоне. Я очень надеюсь, что там все-таки природа, но похоже, что нет. У нас есть рандомные CD по мемберам. Это, опять же, был намек на то, что мы возвращаемся в более старые эры, когда у нас это весьма практиковалось. Также у нас есть открытка со всеми мемберами. И у нас есть также открытка с каждым мембером отдельно. Да, я так понимаю, опять с перфорацией, что тоже круто. Мы ушли от рандомных открыток. Да, постер. Да, и давайте вернемся к ситуации, которая расстроила меня еще больше. У нас 24 фотокарты. Четыре карты на мембера. В альбоме нам дают только две. Я понимаю, да, Фантажа очень хочет поднять продажи, давая нам так мало фотокарт при таком огромном количестве. Но скажите мне, что это не четыре одинаковые карты Донмина. Что это не четыре одинаковые карты Рокки. Все мемберы. Это выглядит как четыре одинаковые фотокарты. Если вы хотите продать мне Фантажа очень много альбомов, где будет много фотокарт, пожалуйста, сделайте их разными. Я уверена, что в клипе у нас будет много сетапов, и мемберы будут много переодеваться. Почему не использовать эти селфи? Почему я должна собирать четыре одинаковые карты Бина? Да, в Астра я собираю одного мембера, Мунбина, и никакого желания собирать кого-то еще, кроме него, у меня не возникает. Иногда у меня, глядя на такую ситуацию, даже начинает пропадать желание собирать его. Можно сказать, конечно, ну, собери по одной карте из каждой версии, но, не знаю, для меня это... Мне не нравится так коллекционировать. Если я стараюсь более-менее серьезно коллекционировать мембера, то мне хочется, скажем так, собрать все карты альбомные. Где-то это мои личные придирки, но ладно. Ладно, давайте переходить... Да, как мы поняли, я собираю Мунбина. В одной версии у нас четыре фотокарты, три версии, итого 12. Давайте посмотрим на оставшиеся две. Это у нас Т-реверсия, и по дизайну она мне, наверное, нравится больше всего. Это у нас книжечка в плотной обложке. Очень красивая, со звездной тематикой, которая очень подходит Астра, опять же. Но, не знаю, здесь, мне кажется, опять же, у нас просто фото. Это явно фотодомина, просто на черном фоне. Классно. Также CD по мембрам рандомные. Голографическая открытка. Это прикольно. Я люблю все голографическое. И то же самое. Да, должны отметить, задники у фотокарт во всех трех версиях очень красивые. Так, здесь у нас что-то еще есть. Рамка и постеры. Да. Также прикольно, что у нас в разных версиях немножко разное наполнение. Это мне нравится. Но, опять же. Во-первых, почему Мин Хёк сфоткался на белом фоне, когда все остальные на черном? Ну, ладно, так как я не собираюсь с этой отисикс, меня это не будет сильно смущать. Но, как бы, у нас ситуация, опять, абсолютно такая же. Это, вот, особенно, это у нас Мян Джун. Я так понимаю, у Мян Джуна прям вообще классное разнообразие. У Бина вот тут хотя бы что-то отличается. Я не знаю, может, он руку поднял. Да. Да. Который, не знаю, мне кажется, вот он должен быть очень тоже милым и классным. Также у нас CD рандомные стикеры, очень-очень красивые. Открытка также, так понимаю, со всеми мемберами. И фотокарты. Здесь ситуация у разных мемберов немножко разная. Мне кажется, что у Мун Бина тут более-менее есть разнообразие. Вот это, я думаю, будет очень крутая карта. Мне кажется, он тут держит цветочек, и он в чём-то зелёном. Ох, и я думаю, это будет одна из моих самых любимых. Но если мы, например, посмотрим на Санха, или на Донмина, или на Минхёка, это, опять же, четыре абсолютно одинаковые фотокарты. Спасибо, Бин, за то, что проявил определённые творческие способности здесь, явно. Да, у Минджуна, видимо, что-то немножко разное. Мне, конечно, будет очень интересно посмотреть, как они будут выглядеть по факту. Но, учитывая опыт с Refuge, Бина и Санха, где я, кстати, по итогу купила всего одну версию, потому что всё равно это не даёт мне много, скажем так, фотокарт, и много шансов на выпадение Бина. Да, для меня это работает абсолютно в обратную. Когда я понимаю, что версии, скажем так, сами по себе, не прямо моя мечта, что меня может смотивировать всё равно их купить, это когда мне дают много фотокарт. Если мне при этом ещё не дают много фотокарт, ничто не может смотивировать меня купить версии. Что хорошо для моего кошелька, и очень плохо для доходов Фантажа. Ну, на этом я заканчиваю свои жалобы. Да, и давайте переходить в байндер. Опять же, тут, конечно, тоже будут сложности, потому что расположить 12 фотокарт не так легко. Так, итак, мой байндер Astra. И после Switch On нам нужно, как минимум, две страницы. И в зависимости от того, как будут выглядеть фотокарты, у меня два основных варианта. Либо на первой странице сделать 4 и 4, две версии, и на второй оставшиеся 4 карты, либо сделать первую страницу целиком заполненной, и дальше здесь оставшиеся 3, и дальше, возможно, продолжить следующую эру. Не знаю, возможно, я думаю, что пока я не буду комбинировать версии. Я сделаю здесь 4, 4 и 4 здесь. А в следующей эре мы посмотрим. Если там опять будет больше 9 фотокарт, то я уже буду комбинировать как-то их между собой и переформировать. Да, опять же, я сделала филлеры, и пока мы тоже пойдем в порядке просто версий, потом я, может быть, их поменяю, в зависимости от того, какая будет моя любимая. Мне кажется, что в плане фотокарт моя любимая будет рот, как я уже сказала, но посмотрим. И начинаем мы с драйв. И рот пока у нас будет отдельно. Да, и в принципе, это все, и это все для сегодняшнего видео. Мы выполнили весь план. И большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вскоре мы уже увидимся в распаковках каких-либо из данных альбомов. А на сегодня у меня это все. Большое спасибо. Всем пока.